Меня зовут Наталья Вячеславовна, я преподаватель русского языка курсов TutorOnline и сегодня я вам расскажу, как справиться с фразеологизмами, как научиться их видеть в тексте, как отличить их от переносного значения, скажем, словосочетания или слов с переносным значением. Ну и самое главное, мы посмотрим с вами частотные фразеологизмы, которые встречаются в тестах ОГЭ и ЕГЭ. Ну что, начнем? Для начала, что такое фразеологизмы? Фразеологизмы – это устойчивое сочетание, которые имеют некое целостное значение. То есть очень часто их можно переначать в одно слово, и вы их прекрасно знаете, они очень узнаваемы. Например, ждать у моря погоды – бесполезно чего-то ожидать. Или заколдованный круг – тоже что это такое? Ну это какая-то ситуация циклическая, когда вот что-то такое происходит, когда мы ходим на самом деле по кругу и ничего не выходит. Это и есть тот самый заколдованный круг. Или запретный плод – так мы говорим про что-то желанное, но недостижимое. На самом деле разные бывают фразеологизмы и более такие простые, типа уши развесил, кулаки чешутся, след простыл, выносить мозг. Они бывают более древние, приходят к нам из истории, бывают более современные, но тем не менее мы их все хорошо знаем и узнаем. Поэтому, в принципе, мы можем выделить у них какие-то определенные узнаваемые черты. Ну вот, например, они в предложении являются одним членом, потому что могут заменяться на одно слово. Посмотрите на этот пример. Этим летом я убивал время, смотря фильмы. То есть я тратил время, смотря фильмы. Я бездельничал, по сути дела. И вот это убивал время и есть у нас сказуемое. Ну а общепризнанные такие прям мега-мега маркеры, которые могут быть применимы к тому, чтобы вот прям узнать и ни с чем не спутать фразеологизм, это следующее. Итак, маркер номер один. Фразеологизм состоит, ну как минимум, из двух слов. Может и больше, но чаще это два слова и есть. И если в предложении вы видите, например, одно слово в переносном значении, а фразеологизм это всегда переносное значение, то это не фразеологизм точно. То есть фразеологизм должен быть как в переносном значении, так и состоять из двух слов. Посмотрите, мы летели километров 200 в час. Ну понятно, что летели, это слово в переносном значении. Но вот если мы его немножко переначим, вот например так, мы летели как у гориллы, километров 200 в час, то вот это вот летели уже войдет в состав фразеологизма и мы его начнем узнавать. Второе. Фразеологизм всегда имеет устойчивый состав. Что это значит? Ни одно слово в фразеологизме нельзя поменять на другое. Если одно из слов все-таки как-то меняется, подставляются другие значения, значит перед вами не фразеологизм. Посмотрите, пожалуйста. Бросаться снежками, можно бросаться камнями, бумагой, можно пирожными бросаться в конце концов. Но если вы уже говорите бросаться в глаза, сразу понятно, что это выделяться. И вот именно это будет переносное значение. Бросаться в лицо, бросаться куда там, на дорогу, под ноги, это уже совсем другое дело, совсем другие значения. Поэтому имейте в виду, нельзя менять ни одного кусочка, ни одной части в фразеологизме. Он устойчив. Третий маркер – это узнаваемость. Конечно, как правило, большинство фразеологизмов, использующихся в речи, мы уже встречали в книгах, слышали в речи от кого-то. Поэтому, конечно, они такие универсальные формулы, которыми мы общаемся. Конечно, значение всех фразеологизмов вряд ли мы можем знать. Для этого существует такой замечательный фразеологический словарь. Есть для школьников, есть более серьезные на много-много тысяч фразеологических оборотов. Но, тем не менее, если вы затрудняетесь, всегда можно приобрести или скачать такой словарик и пользоваться им. Ну, а для того, чтобы немножко расширить ваш фразеологический запас, давайте окунемся в историю происхождения фразеологизмов, откуда они, собственно, взялись и что они обозначают самое главное. Итак, происхождение фразеологизмов. Первый источник – это, конечно, народная речь. Белиный объелся, уши развесил, скажем, заруби себе на носу – это все те фразеологизмы, которые пришли к нам из речи простонародной. Нам они понравились, они прижились, конечно, мы их используем. Но очень часто происхождение фразеологизмов еще имеет и, скажем, такой профессиональный исток. Что это значит? Ну, вот, например, из речи портных к нам пришел фразеологизм «шито белыми нитками». Что это значит? Это значит, что что-то очевидно. Белыми нитками швея пристрачивают наметки свои, так? Потом эти нитки убираются. Белая нитка нужна для того, чтобы на темном полотне она отчетливо была видна, чтобы ее потом легко убрать, не забыть про нее. Топорная работа. Так мы говорим про что-то грубое, про что-то неаккуратно сделанное. Ну, понятно, что плотники употребляли такой термин. Небосовчинку. Так мы говорим, когда чего-то очень испугались. Говорит, мне показалось небосовчинку. Кстати, не самый популярный фразеологизм, поэтому запомните его значение. Скорники. Мастера по выделыванию шкур знают прекрасно, что овчина при обработке меняет свой размер. То есть из большой шкурки получается достаточно маленькое изделие. Поэтому небосовчинку – это небо маленькое, кажется. Как бы когда от страха. Стричь под одну гребенку. Это некая универсализация, типизация, когда всех подгоняют под единые какие-то стандарты. Вот эта неприятная штука пришла к нам из речи парикмахеров. Гребенка – это расческа. Стричь под одну расческу. То есть всех под одной длине. Вызывать огонь на себя – это, конечно, уже из речи военных. Когда мы говорим «я вызову огонь на себя», это значит «я возьму вину на себя». Пускай все шишки на меня падают. Кстати, еще один синонимичный фразеологизм. А вот как вы считаете? Держать в ежовых рукавицах. Что обозначает этот фразеологизм? Кстати, он тоже пришел из речи, скажем, такой профессиональной. Я думаю, что вы понимаете этот фразеологизм. Держать в ежовых рукавицах – это значит очень сурово кому-то относиться, очень строго дисциплину какую-то держать, жесткую. Но вот откуда пришел этот фразеологизм? Все, я уверена, представляют все такие рукавички, натыканные иголкой. Вот это и есть такие ежовые рукавички. На самом деле это вовсе не так. И ежовые рукавицы – это те рукавицы, которые не пропускают иглы. То есть, как вы знаете, ежик колючий, а ежовые рукавички помогают нам не околоть руки. Или вот, например, тянуть канитель. Тянуть канитель говорят в тех случаях, когда кто-то, скажем, сознательно тянет время. Сознательно не хочет что-то делать, что-то долго делает. И эта самая канитель, что она из себя представляет? На самом деле канитель – это вот такая золотая, ну или, может быть, серебряная нить, которой раньше расшивали кафтаны боярства. То есть, очень богатых людей. Конечно, эта работа, вытянуть эту золотую нитку, требовала большой усидчивости, очень долгого времени. Естественно, это была очень затянувшаяся такая работа. Конечно, фразеологизмы приходят нам не только из просторечия, но еще, например, из истории. Сохраняются некие высказывания, которые потом очень долго в речи сохраняются, не хотят из нее уходить. Вот, например, показать, где раки зимуют. Это из реальных историй про боярство и крестьянство. Боярин или знатный какой-то человек мог вполне позволить себе, ну, например, в качестве наказания отослать своего крестьянина ловить раков зимой. Понятно, что подобная ловля раков зимой ни к чему хорошему для крестьянина не приводила. Это, в общем-то, был, по сути, смертный приговор. Или вот галопом по Европам. Так раньше путешествовали наши соотечественники по Европе. Очень-очень быстро, поездки были дорогими, поэтому нужно было быстрее все успеть увидеть и вернуться домой. Ну, понятно, что все равно они занимали несколько месяцев, такие вот конные галопные прогулки. Но это обозначает, что мы ничего толком не успеваем. Или вот, например, шиворот-навыворот. Откуда пришло это выражение? Надеть кафтан, шиворот-навыворот, это значит опозорить, опозорить боярина. Так вот мог, например, поступить царствующий монах со своим провинившимся боярином, либо дворянином, ну, в общем, знатным человеком. Считалось очень-очень позорным. Жить на широкую ногу, кстати, тоже фразеологизм, пришедший к нам из истории. Но что он обозначает? Он обозначает богато жить, дорого жить. Но почему же на широкую ногу? Что же за нога такая широкая? Ну, на самом деле, широкая нога, это значит нога не вполне широкая, а скорее длинная такая стопа. Дело в том, что раньше обувь была роскошью, она из шкур делалась, дорогих, поэтому могли себе позволить обувь настоящую кожаную только состоятельные люди. И чем больше была такая туфелька, тем явно богаче был ее обладатель. Поэтому каждый, кто хотел продемонстрировать свое богатство, носил длиннющие, вот такие довольно несуразные туфли, или как их можно там назвать, ботинки. Еще одним источником, крайне для нас болезненным, является античность. Античные авторы, мифы, это все источник прям, ну, я не знаю, каких-то тысяч и тысяч фразеологизмов. Конечно, если вы не читали мифы, ну, например, хотя бы древней Греции, то вам тяжеловато будет с ними справиться. Давайте назову несколько самых популярных фразеологизмов из мифиологии. Ну, вот, например, Авгиевы конюшни. Кто такой Авгий? Это такой царь, у которого конюшни были в жутком запустении, они были безумно грязными, их годами не чистили. И вот Геракл, одним из подвигов которых было очищение этих авгиев конюшен, справился с этой задачей. Он направил реку через конюшни, и все было выметено. Вон, все стало чистенько. Кануть в лето. Кануть в лето – это тоже из мифов. И лето – это река, которая сечет в подземном царстве Аида, и человек, который переплыл ее, уже, конечно, назад не вернется, из царства мертвых. Поэтому, когда говорит, что что-то кануло в лето, это значит, оно как бы в забытье кануло, его больше не вспоминают, оно пропало безвозвратно. Ну и знаменитый Дамоклов меч. Я столкнулась с тем, что вот не знаю значения этого фразологизма. Дамоклов меч – это постоянная, нависающая какая-то угроза, опасность. Меч Дамокл подвесил над головой своего завистливого, скажем, нет, лучше сказать, своего завистника. А Дамокл был царем. И молодой человек, который хотел бы занять его место, очень быстро убедился, что место – это крайне ненадежно. Когда поднял вверх глаза и увидел нависающий над ним острый-острый меч. А меч был подвешен на волоске. Ну, это вот такая была метафора угрозы, нависающей постоянно над правящим лицом. Дамоклов меч вошло, конечно, в речь. Пирова победа. Пир – это был военачальник, который ценой жутких-жутких жертв, практически полного уничтожения своего войска, таки добился победы. И вот с тех пор такую победу, которая, в общем-то, принесла много горя и, может быть, больше под негативным знаменем, чем под позитивным, прошла, так и стали называть первой победой. Ну и, конечно же, если мы говорим про происхождение фразеологизмов, нельзя не назвать такой прям грандиозный источник, как Библия. Это книга-книг, очень древняя, и в ней множество всяческих легенд и, скажем так, сказаний, притч. И в этих притчах, конечно же, кроется такая кладезь речевых оборотов, которые должны быть знакомы всем. Но давайте посмотрим, знаете ли вы эти древнейшие фразеологизмы. Вот, например, вавилонское столпотворение. Когда вы видите массу народа, какую-то толпу, говорят, ну вот это какое-то столпотворение. И часто добавляют вавилонское. Вавилонское столпотворение случилось тогда, когда Бог, увидев, что люди решили построить огромную башню до самых небес, чтобы с ним там поздороваться, решил, что нехорошо это. И люди, которые до этого момента говорили все на одном языке и прекрасно понимали друг друга, благодаря чего и скоординировали, чтобы такую здоровенную башню строить, вдруг стали по мановению Божьего перста говорить на разных языках. Собственно, как мы сейчас разговариваем. И получилась такая суматоха и сумятица, что кошмар. Вот это вот и было названо вавилонским столпотворением. Или, например, знаменитое «зарыть талант в землю». Очень многие воспринимают сейчас этот фразеологизм, как говорящий о том, что кто-то не использует свои таланты в полную мощь, в полной мере или в принципе не развивается. На самом деле зарыть талант в землю произошло совершенно от прямого значения этого выражения. Таланты — это такие монеты древние. И была такая притча тоже в Библии про купца богатого, который своим рабам подарил по мешочку талантов. И один из них пустил деньги в ход и разбогател со временем, а другой просто закопал таланты в землю. Ну и, соответственно, понятно, ничего из этого не вышло. Ну а сейчас, конечно, всё немножко поменялось, и мы «зарыть талант в землю» воспринимаем именно как не развиваться, не использовать свои таланты. «Блудный сын» — конечно, тоже библейская притча. «Блудный сын» — это тот, который ушёл из дома, долго скитался и со временем, поняв, что никак ему одному нельзя, возвращается домой. Его принимает отец, потому что всё-таки это его сын. И вот «блудный сын» — это такой синоним покаянного человека, который возвращается, просит прощения. «Камень приткновения» — словосочетание, которое стало фразеологическим. Кстати, очень часто ошибку допускают. Помните, пишется «преткновение камень». Ну и почему, собственно, «преткновение»? Потому что «преткновение» — это то же самое, что «спотыкание». Просто более древнее слово. Это тот камень, который был положен перед храмом Соломона. Такая ступенька. И предполагалось, что любой человек, входящий в храм с нечистым сердцем, будет об этот камень спотыкаться. И сразу будет заметно, кто идёт в храм, что у него там на душе. Вот такой полезный был камень перед храмом Соломона. Ну и, конечно же, художественная литература является просто вот таким гигантским источником. Особенно, если эта литература настоящая, гениальная. Вот, например, «Гадкий утёнок». Так мы называем человека, который, ну, может быть, молод, ещё не расцвёл и выглядит как-то так, не очень привлекательно. Потому что «Гадкий утёнок» у Ганса Христиана Андерсона, «Маленький лебедь», тоже со временем расцвёл, но поначалу казался всем не очень привлекательным. Был гоним на птичьем дворе. Или вот, например, «Наш соотечественник», произведение которого, в принципе, сосотканное из фразеологизмов. Это, конечно, Крылов, его басни, в первую очередь, «Крутится, как белка в колесе», «Рыльца-то в пушку», «Тришкин кафтан», «Мартышкин труд», «Слон и моська» — это всё к нам в речь пришло из его произведений. Ну а сейчас мы с вами рассмотрим те сложные случаи фразеологизмов, которые попадаются в сборниках ЕГЭ, а также в банках ФИПИ. Я их скомпоновала в группы, чтобы вам было удобно видеть разницу между этими фразеологизмами. Вот посмотрите, «Брать быка за рога», «Брать на буксир», «Брать себя в руки», «Брать на абортаж», «Брать голыми руками». В чём же разница между этими фразеологизмами? Давайте разбираться. Итак, «Брать быка за рога» — это значит действовать решительно, прям сходу. Ну потому что, на самом деле, чтобы брать быка за рога, нужно действовать решительно. «Брать на буксир» — это значит тянуть кого-то за собой, ну то есть помогать отстающему в учёбе. «Брать себя в руки» — это значит брать под контроль свои чувства, да, то есть не впадать в истерику, а наоборот собраться. «Брать на абордаж» — «На абордаж брать» — это, кстати, из лексики, например, пиратов или моряков. Это когда вот столкновение идёт на воде, два корабля, и вот, например, пираты перескакивают на борт несчастного, ограбляемого ими судна, это значит, они его берут на абордаж. То есть это опять-таки решительно действовать по отношению к кому-либо. Ну и «Брать голыми руками» — это значит без особого труда. Это из охотничьего уже лексикона, то есть когда животное можно взять голыми руками, без всяких там жутких приспособлений, ну понятно, что это было несложно. Итак, помните разницу между этими всеми «Брать». Следующая группа — «Про ветер». «Ищи ветра в поле», «Куда дует ветер», «Ветер в голове гуляет» или, например, «Ветер свистит в карманах». «Ищи ветра в поле» — это значит, что кто-то убежал, улетел, исчез, и его не вернешь обратно. Очень часто так говорят про всяких мошенников. Куда ветер дует, туда и он. Это значит, что человек меняет свои убеждения очень легко. Ветер подул, и он в ту сторону, ветер подул, и он в другую же сторону. Ветер в голове гуляет. Ну это понятно, про пустую голову, да, то есть о легкомысленном человеке, незрелом, несерьезном человеке. Ну а когда у вас ветер в кармане свистит, это уже карманы пустые, то есть, когда совсем нет денег, то есть про безденежье. Теперь поговорим про слово «бросить». Оно тоже включено в состав многочисленных фразеологизмов. Вот некоторые из них. «Бросить перчатку», «Броситься со всех ног», «Бросить якорь» и «Бросить взгляд». «Бросить перчатку», это раньше, ну вот особенно в 19 веке, обозначало вызов, вызов на дуэль. Поэтому, когда вам бросили перчатку, это значит, вас просят вступить в борьбу. «Броситься со всех ног» — это бежать очень быстро, стремительно. «Бросить якорь» значит где-то остановиться, где-то обосноваться. Например, вы путешественник, по всему миру скитаетесь, вот решили именно в этой стране «Бросить якорь». То есть здесь вы решили поселиться, обосноваться и жить. Ну а бросить взгляд — это взглянуть мельком, невнимательно, просто так, проходя. Ну и последнее на сегодня — это про воду фразеологизма. Как же без нее, как говорится, без воды, ни туда, ни сюда. Как в воду кануть — это значит пропасть бесследно. Как воды в рот набрал, а не мел. Ну попробуйте в рот воды набрать, что-то сказать, вряд ли получится. Носить воду решите — это заниматься бесполезным трудом. Решито так-то дырявое, поэтому далеко-то воды не унесешь в нем. А вот седьмая вода на киселе — так говорят про дальних-дальних родственников. Вроде как кровь очень сильно разбавлена водой. Седьмая вода на киселе. То есть вот эти кровные узы, они уже очень-очень-очень такие неконцентрированные. Поэтому и седьмая вода на киселе. Ну что, как видите, фразеологизмов очень много. Мы сегодня даже, наверное, одного процента не разобрали. Но в защиту этих прекрасных речевых оборотов хочу сказать, что и вы сегодня их создаете тоже. И чуть позже они уже войдут в фразеологический словарь нового поколения. Из современных, ну какие могу перевести, например, акулы-пера или деловая колбаса, или, например, мыльная опера. Это уже тоже устойчивое сочетание. Поэтому используйте фразеологизмы, используйте их с умом и сознанием. Ну и, конечно, не допускайте в этом использовании ошибок. Продолжение следует...